Всем привет! Сегодня никакого вступления не будет, и я начну сразу с новостей. Мы переехали, а это значит наше рабочее пространство расширилось, и простор теперь не только в головах, не только на экранах, но и в нашей рабочей студии. Осень продолжает нас радовать хорошей погодой. За окном уже конец октября, яркие краски еще не потухли. Музыка звучит не только в наушниках, но и в сердцах. Хочется петь. Поют в душе, в душе и вообще весной? Нет. Поют на сцене нашего актового зала 19 октября, а на этом экране сегодня и прямо сейчас. Итак, сестры Молчановы о вокальном конкурсе. 19 октября вот в этом самом зале Сибгути зажигает суперзвезду. Скажи, пожалуйста, волнуешься ли ты перед выступлением? Наверное, сейчас уже нет. А участвовал в подобных конкурсах раньше? Не один раз, видимо, поэтому волнение уже не присутствует. А в каких конкурсах ты участвовал? В различных районах городских и межрегиональных конкурсах. Как вы оцениваете свою конкуренцию? Ребята очень хорошего уровня, собственно. Я думаю, они покажут очень качественный вокал сегодня. А с каким номером выступаете вы? Ну, это очень знаменитая песня Константина Никольского, называется «Музыкант». Очень такая лирическая композиция. Итак, на этой самой сцене через несколько минут зажгутся новые звезды. Зал уже в ожидании, но кто же победит в этом году, мы узнаем немного позже. В этом году многие участники выбрали лирическое направление. Наверняка они посчитали, что с помощью душевных песен смогут завоевать признание жюри. Но не обошлось и без забавных моментов. Всех удивил Женя Гоголев под псевдонимом Алевтина Светригайлова. Максимум движения на сцену добавили стиль балет «Единое дыхание» и коллектив «Кошелотики». Следует отметить, что по сравнению с предыдущим годом возросло не только количество участников, значительно повысился и уровень их мастерства. Участники показывали не только силу своего голоса, но также театральные и хореографические данные. У тебя есть какие-нибудь творческие планы на будущее? Я буду развиваться еще, я буду ходить, выступать, где-то участвовать. Ну и что бы вы пожелали участникам? Я бы пожелала участникам не забрасывать, не сходить с этой тропиночки. Я понимаю, трудная у нас учеба и трудная жизнь, но вот этот кусочек тепла и творчества я очень желаю, чтобы у вас остался до самого пятого курса. Ну что ж, попели? А теперь можно и потанцевать? Ни в коем случае. В нашем университете умеют развлекаться, но и отлично знают, что значит включать голову и шевелить мозгами. О мозговом штурме информатики наш специальный корреспондент Ирина Мадисон. Именно так выглядело объявление, зазывающее студентов факультета ИВТ принять участие во внутренней Олимпиаде по программированию. Желающих прийти в университет в воскресенье оказалось около 40 человек. Участники с первого по третий курс разместились в трех аудиториях. У каждого было семь задач и пять часов на решение. Задачи сдавались, тестировались и программисту присваивались баллы, по количеству которых и распределялись призовые места. Руководителем, организатором и тренером в одном лице был Анатолий Альбертович Рубан. Ну, в сервис мы решили проводить Олимпиаду в основном для новичков. Поэтому задачи подобрали простые, семь простых задач, и народ сидит их решает. Ну, будем надеяться, лучшие люди напишут по шесть, по пять задач, может даже по семь. Я жду, что придет молодежь в наши команды и будет серьезно заниматься Олимпиадным программированием. Потому что наша первая и вторая команды уже составлены из старшекурсников, уходит уже скоро. Им нужна смена. Вот эту смену мы пытаемся взрастить с помощью тех же самых Олимпиад. И всех приглашаю на тренировки по программированию, которые у нас проходят по понедельникам и вторникам в 11.40. А также еще по воскресеньям мы поездим на Сибирский госуниверситет в Академгородок. Там у нас тоже проходят тренировки, но время там уже каждый раз отдельно уточняется. Либо в 10 часов, либо в час, либо в два. Всех туда приглашаю. Но в любом случае ко мне нужно сначала подойти, познакомиться и показать свои глобальные достижения в области программирования. Ну, а так в целом, мы считаем, Олимпиада наша удалась. И повторение будет весной. Весной, скорее всего, мы сделаем Олимпиаду уже для всех. Не только для первого и второго курса, но и для всех желающих. И думаю, что на нашу Олимпиаду могут прийти студенты других курсов. Не только ИВТ, но и других курсов, которые чувствуют себя сильными в программировании. В любом случае, всех ждем, всех подходить. За призы большое спасибо лично Виктору Купряновичу Трофимову, который предоставил нам деньги для закупки призов. Да, ну и для всей прочей организации. То есть шарики, питание. Еще раз ему большое спасибо. Организация была на высшем уровне. Участников кормили. За каждую решенную задачу вручался воздушный шар. А призы победителям превзошли все ожидания. За первое место была вручена флеш-карта емкостью в 1 гигабайт. За второе и третье флешки по 512 мегабайт. Остальные участники получили диски и шоколад в зависимости от количества решенных задач. Некоторые участники ушли с Олимпиады с приглашениями вступить в команду Сигути по программированию. И никто не пожалел, что выходной день провел в университете. Ими завладели черные силы. Они держат их за ноги и тянут во тьму, привлекая фантастичными картинками и пьянящим отчуждением от реальности. Кто они? Наркомания – это болезнь или непримирение с реальной жизнью? Наркомания – черная дыра современного общества. Ежегодно она затягивает тысячи жизней. Люди просто перестают существовать. Вместо них остаются только тени. Борьба с наркоманией принимает все больший масштаб, но увеличивается и количество людей, поддавшихся минутному наслаждению. По экспертным оценкам правоохранительных органов России, почти 4 миллиона человек в нашей стране имеют опыт употребления наркотиков, и около 2 миллионов употребляют их регулярно. И если раньше наркотики были в основном модой, то теперь их можно достать где угодно, ведь растет спрос, растет и предложение. Наркоман редко признает свою зависимость. Ему всегда кажется, что он в любой момент может от всего отказаться. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь по поводу наркомании? Наркомания – это бред полный. Негативно к этому отношусь, конечно, и никогда не употреблял наркотиков. Я, честно говоря, думаю, что наркомания – это не есть хорошо по той причине, что люди, наркоманы, они теряются в обществе. Они сами себя теряют, а потом об этом жалеют. Наркомания уносит порядка 25 и 30 процентов всех молодых жизней. Я думаю, что это не просто зло. Это трагедия нашего населения на сегодняшний день. Я отношусь резко негативно к этому делу. Я считаю, что наркомания – это серьезная проблема. Она действительно уже стала своеобразной эпидемией 21 века. Я очень плохо отношусь к наркомании. Это очень вредно, она разрушает клетки нашего мозга. Да и стоит ли вообще считать наркоманией только употребление тяжелых наркотиков? Ведь мы также зависимы и от других людей. Кто-то пьет слишком много кофе, ну а кто-то бесконечно играет в компьютерные игры. А как ты думаешь, кофе, компьютерные игры можно считать наркотиками? В какой-то степени да, но скорее всего нет. А вот сигареты сложно же бросить курить некоторым. Ну, это не наркотики. Сигареты относительно, компьютерные игры можно сказать да, кофе нет. По данным статистики, в последующие годы наркомания пойдет на убыль. Будем надеяться, что эти прогнозы оправдаются. Так или иначе, наркомания остается одной из самых серьезных проблем всего человечества. А вопрос, как ее решать, так до сих пор и открыт. Ну, сегодня все. С вами была Наталья Аверьянова. Смотрите нас каждую неделю. Субтитры подогнал «Симон»!